МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Меня зовут Юрий Алаев. И в гостях у нас сегодня директор Музея истории Казанского федерального университета, кандидат исторических наук, Светлана Анатольевна Фролова. Здравствуйте, Светлана Анатольевна! Спасибо, что согласились принять участие в программе. Вы руководите, назовем это так, главным, наиболее известным и наиболее популярным, насколько я понимаю, музеем КФУ. Но, как известно, музеев довольно много. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы немножко вышли за рамки одного конкретного музея, уважаемого, но, тем не менее, все-таки одного из. И поговорили в целом о том, что собой представляет вот эта вот совокупность музеев, которыми располагает Казанский федеральный университет. Можно это назвать комплексом? Или это некая череда самостоятельных таких единиц, которые ни организационно, ни идейно, если можно так выразиться, друг с другом не связаны. Как бы вы охарактеризовали вот эту структуру? Год назад Ильшат Равкатович пригласил меня на должность директора музея истории с тем, чтобы была разработана концепция создания музейно-выставочного комплекса Казанского федерального университета. Вы абсолютно правы, в настоящее время музеи Казанского университета являются разрозненными. Их достаточно много. 17 музеев в Казани, в Елабуге и Набережных Челнах и плюс один выставочный зал. Это музеи разного профиля. Гуманитарные, технические, естественно-научные. Они обладают огромными коллекциями. Коллекции музеев университета составляют порядка 25% музейного фонда всей республики Татарстан. Маленькое уточнение, если позволите. 25% всего музейного фонда республики Татарстан. Но мы же понимаем, что есть краеведческие музеи в райцентрах. Включают. Включайте. Есть какие-то отраслевые музеи. Давайте немножко сузим сопоставление. Если сравнивать музей КФУ по количеству единиц хранения, по фондам, например, с самым большим национальным музеем республики Татарстан. Или как он правильно называется? Национальный музей республики Татарстан более 1 миллиона экспонатов. У вас? В смысле в КФУ? В Казанском университете во всех музеях совместно примерно около 800 тысяч. Из них полмиллиона – это геологический музей. Ах, вот как. Геологи надолбили, накопали, камушков принесли, сложили. И вы знаете, в среде геологов очень активно продолжается пополнение коллекции геологического музея, потому что выпускники приводят из экспедиции редкие уникальные экспонаты. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Вернемся все-таки к состоянию такому организационному или научно-организационному. Значит, это пока разрозненная сеть, ну, в определенном смысле, музеев в КФУ. Но перед вами стоит задача сделать концепцию комплекса все-таки. Комплекса, да. Я понимаю, что вот в рамках телепередачи тяжело об этом говорить, просто материал огромный. В нескольких словах можно сказать, вот как вы себе это видите? Что такое комплекс музеев в вашем понимании? Когда я работала над этой темой, я проанализировала ситуацию в России и в мире. В настоящее время в России в университетах создано около 30 музейно-выставочных комплексов, в том числе в двух федеральных университетах, в Дальневосточном и в Уральском. Комплексы включают разное количество музеев, от двух порой до 16. В КФУ-17, вы сказали. Да, включая выставочный зал. И эти музейно-выставочные комплексы были созданы первые в 1998 году. Задача создания таких музейных комплексов была объединить и скоординировать деятельность музеев университета, поскольку они являются учебными, научно-исследовательскими, и сделать их открытыми для горожан и гостей города. И во многих городах эта ситуация успешно была решена. Кроме того, перед музеями стоят общие задачи. Это задачи сохранения, реставрации экспонатов и популяризации наследия, которые они хранят. И для этого требуется выделение средств, для этого требуется планирование, общее планирование работы музеев. В музеях осуществляется обучение студентов по 80-ти учебным дисциплинам. В этнографическом музее это, например, проблемы этногенеза. В геологическом – минералогия, палеонтология. В музее истории – музеология, культурно-образовательная деятельность и так далее. Вы хотите сказать, что пространство музеев, например, того же зоологического или этнографического, они превращаются в какие-то периоды времени в учебные аудитории? То есть туда приходят студенты, студентов там вводят, там показывают, говорят, вот... В каких-то музеях есть специально оборудованные учебные аудитории. Например, в геологическом музее есть три специально оборудованных аудитория. И студенты, например, на иностранном языке, когда изучают иностранный язык, они идут, работают с фондами музея, рассказывая об экспонатах на иностранном языке. В геологическом музее? В геологическом музее, да. Также идут занятия с использованием экспонатов самого геологического музея. В зоологическом музее тоже постоянно проходят занятия, где студенты знакомятся с экспонатами, рассматривают их. И тут же через коридор находится учебная аудитория, где преподаватель читает лекции. А семинарское практическое занятие может проходить в музее. И, конечно, отрыв студентов от музеев, потому что иногда рассматривается такая возможность, а давайте мы все музеи перенесем в отдельное здание. Наши университетские музеи – это замечательная база для учебного процесса. Хорошо. Вот эту функцию музея, университета, насколько я понял из ваших слов, они выполняют вполне успешно. Еще две функции – это площадка для научных исследований, каких-то обнародований, фиксации результатов этих научных исследований. И бизнес-составляющая – это привлечение, грубо говоря, людей с улицы, это туристы, это пропаганда в том числе и непосредственно университета, что вот смотрите, что у нас есть и так далее. Вот с учебной частью понятно, насколько успешно осуществляются вот две следующие функции. Ну, я вот в некоторых музеях был, да, откровенно говоря, когда побывал в зоологическом музее, был в хорошем смысле слова в шоке, потому что, ну, исторически вроде, ну, да, да, знаем, знаем, да, Володя Ульянов, там, Лев Николаевич и так далее. А здесь я, когда увидел экспонаты, вот это вот такое мальчишеское, что-то даже я, знаете, исследователи каких-то там прошлых веков, люди в пробковых шлемах, миссионеры, они оттуда что-то везут, пополняют. Вот, насколько этот процесс продолжается сейчас, ведь вот, опять же, если говорить об этих музеях, экспонатах зоологического музея, там 1800-е какие-то годы, начало 19-го века, да, это впечатление, конечно, очень большое производит. Можно ли сказать, что в наше время, да, вот с такой же интенсивностью пополняются фонды музеев, и так же хорошо они работают, как площадки, вот, результирующие некие научные изыскания, экспедиции и так далее? Ну, то, что касается пополнения фондов, этот вопрос сейчас довольно сложный, поскольку специальные средства на пополнение фондов в музеях и университетах не выделяются. В то время, как в 19 веке на закупку частных коллекций деньги выделялись, и университетские музеи, они были созданы большей частью в результате закупок частных коллекций и дарений. В настоящее время, безусловно, есть дарения. Ну, например, почти год назад в зоологическом музее были подарены крокодилы, задержанные таможней. Все знают эту замечательную историю, которая освещалась в СМИ. Например, в... Надеюсь, их предварительно, извините за грубость, выпотрошили? Ну, это чучело, да. Чучело крокодилов, причем из них были сделаны сувениры, то есть вместо глаз были стеклянные. Такие образцы вместо глаз вставлены. И, конечно, зоологи морщисть говорят, но они не представляют, конечно, какой научный интерес. И они так оставлены стоять в экспозиции с этими торговыми бирками. Но из трех один для них был интересен, тот, который был передан. Что касается геологов, то, например, в прошлом году они получили большую коллекцию метеоритов. И сейчас по этой коллекции готовится выставка. Она уникальна. И не хотелось бы сейчас подробно об этом говорить. Может быть, позже, когда все-таки мы сделаем эту выставку. Получили. Откуда получили? Кто-то тоже подарил? Они... У нас скончался человек, и он завещал эту коллекцию именно геологическому музею университета. Это выпускник нашего университета? Нет. Нет? Нет. Это частный коллекционер. Просто частный коллекционер. Да, даже, по-моему, он не был геологом. Просто он этим увлекался, обменивался метеоритами. Очень долго шел процесс разговоров с родственниками, которые сначала не хотели передавать эту коллекцию. Но потом, поскольку официально по завещанию это все-таки было оформлено в дар геологическому музею университета, она была передана, привезена сюда. Уже в прошлом году осенью небольшую выставку геологический музей сделал. Поскольку все-таки у музеев университета нет своего выставочного зала, мы в качестве такой выставочной площадки используем предактовый зал. И с начала 2017 года в предактовом зале вы можете видеть выставки из других музеев. Например, из того же геологического выставка экспонатов, которые подарил выпускник геологического факультета Арнольд Анатольевич Замараев. Дальше будет выставка экспонатов из фондов музея археологии, института археологии имени Халикова. Это начиная со знаменитых раскопок, которые привели к празднованию тысячелетия Казани. Да, Казаков, студент Казанского университета. Замечательные археологические отчеты, где написано, что руководитель экспедиции профессор Альфред Хасанович Халиков, а участники первым стоит Казаков, студент КГУ. Прекрасно. И для него это стало, конечно, Танкеевка стала одним из основных тем в исследовании. Он и докторскую диссертацию, докторскую степень получил по совокупности работ. И эти материалы, что самое интересное, они впервые будут выставляться. То есть они публиковались в виде зарисовок, картинок, текстов. Они анализировались, но, как говорят музейщики, живьем эти экспонаты, кроме исследователей, никто не видел. Очень интересно будет посмотреть. Да, я думаю, это при соответствующей рекламе может вызвать повышенный интерес. В конце концов, эта история, она не без неких слухов, не без детективных подробностей и так далее. Но, Светлана Анатольевна, я хотел бы вернуться к вашей реплике, к вашему замечанию о том, что в 19 веке университеты имели специальные средства по смете на закупку, на пополнение фондов, коллекций. А сейчас такие средства не выделяются. Они не выделяются потому, что нет денег или потому, что нет смысла выделять эти средства, так как, грубо говоря, нечего приобретать или не у кого приобретать? Нет, но я думаю, что было бы у кого приобретать, если бы средства выделялись. В настоящее время мы регулярно объявляем дни дарений. И действительно, не только в эти дни, но и на протяжении всего года сотрудники университета, студенты приносят экспонаты в музеи и дарят эти экспонаты в музее. Вот сейчас, например, создается музей Лобачевского в ректорском доме, и для него тоже нужны подлинные экспонаты. Их можно было бы либо приобрести. Ну вот я был недавно в отделе редких книг и рукописей. Там своя выставка развернута, посвященная 120-й юбилею Лобачевского. И мы разговаривали с руководителем отдела Самирханова. И я понял, что часть очень интересных материалов хранится в Питере, касающейся этого. Что там, собственно говоря, может быть выставлено, кроме оригиналов или копий каких-то рукописей, заметок Лобачевского? Ну, это могут быть вещи эпохи, типовые. Да, понятно. Потому что, вы знаете, в истории с Лобачевским случилось так, что его семья сразу же после похорон была ограблена. Например, мы задаем вопрос, а где награды Лобачевского? А их нет, их украли. И даже пытались привлечь супругу... К ответственности? К ответственности, да. И из-за нее заступился университет. И, например, медаль Гауса, она тоже наследниками была продана. И ее Кондорацкий купил через третьи руки и передал Васильеву, руководителю физико-математического общества. Поэтому, действительно, экспонатов подлинных, которые рассказывали о Лобачевском, которые он держал в руках, их очень мало, единицы. Лобачевский не занимался увековечением своей памяти при жизни, как это, например, делали некоторые известные нам ученые, тот же Менделеев. Каталог писем, каталог библиотеки и прочего, и прочего, и прочего. Здесь этого не было. И коллекции чемоданов. Здесь этого не было, да. Но он был погружен совершенно в другое, да. Насколько я понимаю, за все годы ректорства и теребиблиотекарства он ни разу вообще даже в отпуске не был, нигде не зафиксировано, что он вообще, когда бы то ни было, отдыхал. Он весь был вот в этом университете, жил им, его заботами и так далее. Это, конечно, достаточно редкое, если не сказать уникальное явление такое. Но вернемся к теме привлечения внешних сил, скажем так, да, внешней аудитории, то есть к бизнес-составляющей, вот, или к потенциалу, такому бизнесовому, извините за вульгарное выражение, потенциалу музеев Казанского федерального университета. Ну, то, что постоянно ходят различные делегации, приходят, опять же, в исторический музей, да, это все ясно. Насколько я понимаю, другие музеи, в том числе и геологический, и вот этнографический, и зоологический, и химический, да, они гораздо менее популярны, и туда люди с улицы практически не попадают, не видят, или я ошибаюсь? Вы знаете, такая проблема действительно существовала. И некоторые музеи работали действительно бесплатно. Деньги за вход в музей брали только музей истории, геологический, и музей Казанской химической школы. Все остальные музеи год назад работали бесплатно. А теперь все изменилось? Да, была сделана калькуляция стоимости билетов, причем они были разработаны таким образом, что можно посетить один музей, можно посетить два музея и три музея. То есть идет система прогрессивных скидок на абонемент, в том числе семейные абонементы есть. Можно посмотреть не только музей, но программу музея и посмотреть университетский комплекс. Можно посмотреть музей, университетский комплекс, интермер-лаборатория. Такая программа тоже есть. Смотрите, ну, получается, что вот как раз зачатки какого-то структурированного управления уже вот этой грозью музеев уже есть, да? То есть, мы движемся все-таки вот в сторону создания комплекса. Эти средства, я так понимаю, что они пока очень небольшие все-таки, ну, относительно потребностей тех же музеев, относительно масштаба университета. Но, тем не менее, эти средства, они где остаются? Они как-то фиксируются на счетах, что их можно потратить на нужды, опять же, музеев? Или они уходят в общий котел, и музей не очень видят пользы? Музей как раз видит, потому что есть тема, тема экскурсионной услуги, на которую перечисляются средства, поступившие от экскурсий. И 60% этих средств должны идти на доплату сотрудникам к зарплате, например, если мы будем нанимать экскурсоводов тоже из этих средств. 30% должны идти на реставрацию, на издание книг, на командировки, на повышение квалификации. Ну, точно расписано, достаточно четко все. И 10% накладные расходы, которые идут в университет. Да, это было расписано, утверждено проректором по финансовой деятельности. Я понимаю, что, может быть, это, с моей стороны, некорректно задавать такой вопрос к кандидату исторических наук, а не финансовых. Но, тем не менее, вы или кто-то рассчитывал, существуют расчеты потенциала. Потенциала, скажем, насколько мы можем, я имею в виду музей и университет, насколько мы можем прибавить с точки зрения привлечения средств, тем более, если они расходуются, в общем, на нужды музеев. Это же им бы и помогло. То есть, каков потенциал роста, сколько мы можем вырасти? В 2, в 3, в 10 раз? Вы знаете, здесь потенциал зависит от объема и пропускной способности самого музея и также от количества сотрудников, которые там работают. Есть большие музеи, как бы я сказала, большие звезды, те, где одновременно могут на экскурсии присутствовать 40 человек. 40 человек – это удобно для экскурсии, да, для туркомпании, потому что это автобус экскурсионный. Группа 40 человек, которую можно разделить на две части и комфортно для людей проводить с небольшими группами экскурсии. Это музей истории, геологический, зоологический. Остальные музеи, музей Казанской химической школы, этнографический музей, они могут принять только до 20 человек группу. Это размеры музея объясняют подобное. Такой музей, как музей-лаборатория Завойского, 6-7 человек группа. Но у нас были случаи, и эта программа уже опробована многократно, когда к нам приезжала группа из другого города, группа школьников. Приезжают в Казань на автобусе. Там ребята с 4-го или с 5-го класса до 11-го класса. Вот представьте, их 40 человек в автобусе и едут с 5-го по 11-й класс. Они едут в Казань и хотят максимально посмотреть музеи. 5-му классу в музее истории. Будет неинтересно, им еще рано. И поэтому для таких групп, начиная с осени прошлого года, мы формировали специальные программы. В итоге такая группа посещала 5 музеев. То есть мы делили эти группы, выстраивали логистику. И еще договаривались с нашей столовой на физфаке, чтобы эта группа имела возможность и пообедать. Слушайте, я перестаю понимать. Вы директор исторического музея. Вы сейчас говорите. Мы обеспечивали, разрабатывали логистику. Вот 5 групп по разным музеям. Вот это химический, это геологический. И мы это кто в данном случае? Это я. Да? Да. Вот так вот, да? То есть вы к себе просто так обращаетесь. Ну, мне помогали сотрудники. Чтобы не якать, да? Мне помогали сотрудники департамента пресс-службы. Мне помогали сотрудники департамента бюджетирования, которые высчитывали это все со скидками и прочим. И начиная с ноября месяца в составе музея истории появилась сотрудница, выпускница университета с экономическим образованием, хорошо закончившая университет, который помогает мне в этом направлении. То есть это заключение договоров с турфирмами, выставление актов, счетов и так далее, и так далее, ведение всей этой деятельности. В настоящее время с музеем университета работают более 20 туристических компаний. Поволжских, московских. Да, петербургские там есть. Очень интересно. Есть крупные региональные, есть крупные компании, как компания Калейдоскоп, которая представлена от Петербурга до Сибири, в том числе филиал у нас. И они приводят своих гостей к нам, и мы организуем разноплановую экскурсионную программу. Но этого, понимаете, мало, потому что экскурсия все-таки это некий такой традиционный способ осмотра музея. Если вы живете в городе и закончили университет, и были уже в университетском музее, вам, может быть, неинтересно приходить сюда снова, снова и снова. А нам интересно, чтобы к нам приходили люди. И поэтому в прошлом году мы с нашими студентами опробовали такой формат, как квесты. На день рождения университета в квесте участвовали сотрудники университета. К нам приходят для того, чтобы участвовать в квесте, школьники, начиная с седьмого класса. Называется квест «Путешествие в университетском пространстве». То есть это может быть один музей, три музея. Но это живое путешествие, не виртуальное? Нет, это живое путешествие. И в английском лагере Discovery, который проводится уже несколько раз, мы это пробовали еще и на английском языке. То есть задание придумывают сотрудники музеев. Есть маршрут по университетскому комплексу, по нашему двору, за пределами двора. И когда мы первый раз составляли для наших студентов, это был один вариант. Но когда мы стали составлять для ребят из английского лагеря, мы в какой-то момент остановились и задали себе вопрос. Эти же дети впервые в Казани. Они вообще впервые оказались здесь. Поэтому задания должны быть построены иначе для них. И мы переначали наше задание. И они несколько раз и зимой, и весной уже сыграли в этот квест. Есть еще один интересный проект, который, к сожалению, не все еще музеи поддержали. Но идея возникла из коллекции в университетских музеях. Все они результат экспедиций, научных экспедиций. Поэтому в конце года я предложила зоологам проект экспедиции. Поиски, находки, открытия. То есть когда к вам приходит группа, и эта группа получает задание отправиться в экспедицию. Им выдаются полевые дневники, которые мы составили вместе с зоологами. Они заполняются по ходу экспедиции. В ходе экспедиции гость... Извините, перебиваюсь, Влада Анатольевна. Что значит экспедиция? По музею ходить с этим, с блокнотами? По нескольким музеям. По нескольким музеям. И фиксировать. Фиксировать, изучать, понимать, что такое соленость воды, что мы видим в микроскопе. Это увидели геологи и сказали, это про наш музей. Мы тоже хотим дать нам. И геологи к этому подключились очень активно. И уже запрос от школ прямо на эту экспедицию есть. То есть единственное, что там нет в экспедиции, может быть, рюкзаков. Но все равно люди приходят с какими-то сумками. Но понимание того, что ты берешь в экспедицию, зачем ты идешь, оно присутствует. И экспедиция, в отличие от квеста, она преследует иные цели и задачи. Здесь нет соревновательности. Но есть познавательность. Да, но она иная с удовольствием, с впечатлениями, чем от экскурсии. И таким образом, помимо прочего, да, вот помимо всего прочего, музей получается, вот благодаря таким акциям, каким-то вот новациям, новеллам в работе, способствует привлечению потенциальных абитуриентов. Можно так сказать? Кстати, если вы школьников вот вытаскиваете на эти экспедиции, вот с этой точки зрения. Я почему об этом говорю? Ну, мы с вами понимаем и знаем, конечно, что ректор КФУ Ильшат Равхаджи Гафуров, он вот на любую вещь смотрит с точки зрения конкурентоспособности. Способствует, не способствует. Повышает, не повышает. Если локализовать вот этот взгляд, сфокусировать его на музеях, мы можем сейчас сказать, что при должной постановке работы это существенный фактор повышения конкурентоспособности. Или все-таки на фоне вот этих там 150-200 лабораторий мирового уровня и так далее. Ну, музей это что-то все-таки вот для отдыха, скажем, глаз, души, для такой легкой познавательной работы. Вы знаете, этот эксперимент был проведен еще в рамках экскурсии к КФУ «История будущего». Когда спрашивали участников экскурсии, что же больше всего понравилось и запомнилось. И? И наравне с вау-эффектом, который производит лаборатория, а это в большей степени потому, что некое гигантское непонятное оборудование, которое ты не понял... Но впечатление производит. Да, на этом же уровне находятся музеи со своими загадочными, каким-то образом, чудом сохранившимися, вы же не зря сказали, начало XIX века, экспонатами. И когда мы рассуждаем вот из этой экскурсии КФУ «История будущего», убрать нам музеи, ну кому нужна эта история, да? Да. Или все-таки оставить их, потому что это впечатление, наверное, оставить. Это такое развитие эмоционального интеллекта, если угодно, да? Да. У нас, например, была группа в Музее истории, неожиданно появилась группа, мы ждали школьников, но мы не знали, какого класса, и турфирма не знала, какого класса. И это оказался шестой класс. Рассказывать шестому классу о ней в калитове геометрии, о парамагнитном резонансе было очень нелегко и бесполезно. И оказалось, что дети сами задали вектор этой экскурсии. Они стали читать письма, петиции и задавать множество вопросов. И были так бесконечно рады и восторжены тому, что они увидели. И говорить о том, что они придут в университет или не придут, скорее, может быть, даже придут, потому что они захотят узнать больше или захотят быть причастными к этой великой истории. Мы довольно много говорили с вами о пополнении коллекции, связанных с этим проблемах, о том, есть средства, нет средства, кто дарит, кто не дарит. Но нетрудно представить, что есть, наверное, и другая проблема. Сохранить, опять же, возвращаясь к моему шоку, в хорошем смысле, от посещения зоологического музея, отрыв вызывает, как все это сохранилось, да, там 150 лет, 200 лет экспонатом, там, перышки какие-то, птички, там, медведи. И, соответственно, если мы, опять же, говорим о комплексе, нужен какой-то учет, какая-то система учета и какие-то средства даже на то, чтобы вот эти экспонаты, ну, не считая камней геологического музея, в пыль не превратились. Да, безусловно. Хотелось бы, чтобы в музеях Казанского университета появилась комплексная автоматизированная музейная система КАМИС, которая установлена в большинстве музеев Российской Федерации, она есть и в университетских музеях. И эта система позволит не только вести учет экспонатов, начиная с поступления экспоната в музей, заканчивая его описанием, состав, размер, материал, переходы на выставки, публикации. Но и самое главное – это популяризация. То есть эта система может быть выставлена в интернете с различной системой доступа. То есть и сотрудник университета, и студент, и внешний пользователь может увидеть, какие экспонаты есть в коллекции университета. И для своего исследования прийти уже, сделать сначала подбор по интернету, а потом уже прийти непосредственно в музей и поработать с этими экспонатами. И очень важна, действительно, важна сохранность экспонатов. Для этого необходима и система климат-контроля, система кондиционирования. В некоторых музеях, в таком, как в зоологическом, очень четко выстроена система контроля за температурно-влажностным режимом. Где-то ее нет, как, например, в этнографическом музее. В зоологическом есть система кондиционирования, потому что они не могут открывать окна, чтобы проветривать. Иначе они утратят коллекцию. Но есть такие экспонаты в коллекции, как, например, дикая квага. Это единственное чучело в России. Да, чучело дикой зебры. Кваги. Единственное чучело в России из десяти в мире. Представляете, насколько оно редко и уникально? Аквага была истремлена еще в XIX веке. То есть это полностью вымерший вид. Есть, конечно, попытки воссоздания, но это пока только попытки. И для того, чтобы сохранить это чучело, нужна особая специализированная витрина со своим климат-контролем. То есть в эту витрину не нужно будет ставить миску с водой, чтобы поднять влажность. Ну да. Или каким-либо образом осушать воздух. Или наоборот, что-то гигроскопическое, чтобы подсушить. А сейчас она стоит, она и пылится, и трескается, кожа расходится. Но будет очень жаль, если мы потеряем квагу. Если мы ее потеряем, конечно, да. Но витрина... Чрезвычайно интересно. Это штука дорогая, вот этот комис? Такая комис, это система учета экспонатов. Да, да, да. Для музеев университета это бы стоило порядка двух миллионов. Рублей? Да, двух миллионов рублей. Ну, по нынешним масштабам университета не так уж и много. А если говорить вот о системах поддержания температурно-влажностного режима, вот эти вот все штуки... Кондиционирование, ну, это везде по-разному. Например, для этнографического около миллиона установить кондиционер. То есть вы, в принципе, обсчитывали уже это все. Да, да. И вопрос сейчас... Во что упирается вопрос? Нужно принять какое-то административное решение, то есть, грубо говоря, кто-то должен санкционировать? Ну, нужно понять, с какого источника будет финансирование. Мне видится, что правительством Республики Татарстан могла бы быть принята программа по сохранению и популяризации культурного наследия университета, университетских музеев. Если была бы принята эта комплексная программа, тогда, безусловно, эти затраты можно было распределить на несколько лет и оказать поддержку. Ну, боюсь, что правительство Татарстан скажет, что вы тут все из себя федеральные, вы финансируетесь оттуда, а вы хотите нагрузку переложить на нас. Очень интересное уточнение. Спасибо. Я думаю, над этим есть кому подумать. Нас достаточно большое количество людей видит. Может быть, последуют какие-то предложения. Светлана Анатольевна, мне очень приятно было с вами беседовать. По меньшей мере. Потому что я вижу, что вы человек не только вовлеченный, но и увлеченный своим делом. И я хочу пожелать вам и тем людям, с которыми вы вместе работаете, музейным работникам, чтобы все-таки комплекс музеев Казанского федерального университета состоялся в полном объеме. Чтобы у вас, как в 2019 году, появились средства на пополнение коллекций целевым порядком. И чтобы музеи КФУ стали еще более, чем сегодня, значимым фактором повышения конкурентоспособности университета в целом. И просвещение в самом хорошем смысле этого слова. Как маленьких, так и убеленных сединами. И даже не будем показывать пальцами лысых. Спасибо вам огромное. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо вам большое за внимание. Приходите в музей КФУ. До новых встреч.